28 ноября детско-юношеская спортивная школа номер один имени Станислава Терентьевича Шевченко отпраздновала свой 50-летний юбилей. Эта школа занимает почетное место в спортивной жизни нашего района. На торжественном мероприятии побывали и наши корреспонденты. Полвека назад родилась спортивная школа. Именно тогда началась ее летопись. Детско-юношеская спортивная школа номер один – это первая спортивная школа, открытая в Славянске на Кубани. За годы работы ее воспитанниками стали заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике, 8 мастеров спорта международного класса, 52 мастера спорта. Но главное, здесь прошли спортивную подготовку свыше 40 тысяч славянцев. С юбилеем собравшихся поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. «50 лет нашей первой школе имени Станислава Терентьевича Шевченко, которая построилась в 1965 году. Все мы понимаем то время, 20 лет после войны. Я представляю, как это сложно было, но в то же время она была построена. И, наверное, с тех времен у нас есть большой спорт в Славянском районе». В день юбилея в городском доме культуры встретились три поколения спортсменов, вышедших из стен первой школы. Выпускники радовались встречи, вспоминали победы и поражения, выражали слова благодарности тренерам. На сегодняшний день о спортивной школе номер один из Славянска на Кубани знает весь мир. Она занимает важное социальное и почётное место в спортивной жизни города и района. Все по праву гордятся достижениями спортсменов, которые прославили своими результатами наш район. Благодаря самоотверженному труду руководителей спортивной школы, тренеров, преподавателей, с каждым годом всё больше детей и подростков приобщается к здоровому образу жизни – занятиям физкультурой и спортом. «Я буду говорить коротко. Сегодня полный зал говорит о том, что нашу школу любят, что нашу школу знают. Поэтому хочу выразить огромную благодарность всем, кто сегодня пришёл на наш праздник». Королева спорта «Лёгкая атлетика» развивается в школе на протяжении всех лет её существования. Многие из воспитанников легкоатлетов побывали на пьедестале, занимая призовые места не только в краевых соревнованиях, но и на российских и международных чемпионатах. Один из тех, кто стоял у истоков появления лёгкой атлетики в нашем районе – Николай Васильевич Гоголев. На день рождения спортивной школы он приехал из города Ижевск. «Занимался я прежде всего организацией учебного процесса по лёгкой атлетике. Как тренер я приехал сюда, меня привезли сюда как работник физической культуры. Я на приезд, до приезда работал в спортивном в обществе урожай, главным тренером по лёгкой атлетике. Моя задача входила организация и проведение учебно-тренировочного процесса среди взрослого населения и среди юношеского спорта. Тогда не было детскую ещё в те годы». В спортивной школе номер один сегодня работают два отделения – спортивной гимнастики и лёгкой атлетики. Около 400 славянцев посещают занятия по этим видам спорта. Свои достижения воспитанники школы продемонстрировали гостям праздника. Свои достижения воспитанники школы продемонстрировали гостям праздника. В ответ на поздравления и добрые слова от гостей праздника коллектив детско-юношеской спортивной школы подготовил памятные сувениры. На страницах этого календаря запечатлена богатая полувековая история детско-юношеской спортивной школы номер один. 50-летний юбилей – это праздник всех тех, кто несёт людям здоровье и силу, чья душа и сердце преданы спорту. 50 лет – это достаточно большой срок. Многое осталось в памяти и стало историей. Для дальнейшего успешного развития спортивной школы есть всё необходимое. Современная спортивная база, а главное – высокопрофессиональный коллектив, который трудится на благо своих воспитанников. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».